Самый пугливый и осторожный котенок за всю историю Самарского зоопарка. Для полуторамесячного детеныша Пумы первый выход в свет оказался волнительным и тревожным. Малыш даже отказался есть на публике. Хотя в привычной обстановке Пуменок отличается игривым и любопытным характером. Сотрудники зоопарка называют его Гизма за схожесть с одноименным персонажем фильма. Пуменок родился необычного по ухим. Сейчас ушки у него как у обычного котенка, они торчком стоят. Ну и впоследствии, когда он уедет в другой зоопарк или в цирк, мы пока точно не можем сказать, ему дадут уже свое имя. Обычно имя выбирают, опираясь на характер и какие-то особенности животного. Малыша совсем недавно забрали у матери. Приучают к рукам и самостоятельной жизни. Сейчас Пуменок ест пять раз в день молоко со специальным кормом. В свои полтора месяца весит 4,5 килограмма. Это уже 16-й котенок пары канадских Пум. Парма и Парамон радуют потомством каждый год, иногда и по два раза. Эта пара в Самарском зоопарке одна из самых крепких. Парма с характером таким, стервозным, можно сказать, немножко. А Парамон, ну, мужик, ему все нормально. Поесть дали, поспать дали, все замечательно, жизнь удалась. Несмотря на то, что сейчас Пуменок выглядит как плюшевая игрушка, когти и зубы уже превращают его в опасного хищника. Совсем скоро обниматься с котенком будет нельзя. Голубые глаза потемнеют, пятнышки на шерсти посветлеют, а удар когтистой лапы сможет сбить с ног и здорово покалечить. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков, События.